Я рад всех приветствовать, коллеги. Зовут меня Сергей Скрыль. Я пока подготовлю свою презентацию. Итак, следующие 20 минут я предлагаю поговорить о одном из компонентов программного ЦОТО, о котором ранее говорил Игорь. Именно о виртуализации сетей. Что это такое? О том, что это такое, какие основные компоненты, из каких основных компонентов состоит. Потом поговорим о каждом из компонентов, там более подробно. Ну и в конце поговорим об областях применения этих технологий, где уже сейчас их можно применять, а где, там, стоит немного подождать, посмотреть, собственно говоря, как технология будет развиваться. Итак, ну, сейчас, наверное, все IT-СМИ, которые мы с вами так или иначе читаем, пишутся разными статьями на тему SDM, программно-определяемых сетей и так далее. Что это такое? Это в какой-то мере, по крайней мере, СМИ пытаются преподнести это как панацею сложности управления сетями. Мы сегодня постараемся с вами разобраться, так это или не так. Но в то же время очень мало внимания уделяется другому компоненту, который на самом деле не является частью программно-определяемых сетей, существует самостоятельно, но при этом является, можно сказать, фундаментом для построения программно-определяемых сетей. Это виртуализация сетевых сервисов или NFV, сокращенно. Итак, сначала предлагаю поговорить о той части, которая хорошо понятна, хорошо известна, на самом деле, как окажется после этого рассказа, о виртуализации сетевых сервисов. Итак, сейчас в любой серверной комнате, в любом центре обработки данных, в любой IT-инфраструктуре есть, так или иначе, есть какие-то сетевые устройства. Это маршрутизаторы, фаерволы и так далее, множество всего, балансировщики и так далее. Соответственно, что же делает виртуализация сетевых сервисов? Мы просто берем и переносим то, что у нас сейчас есть и работает в отдельном оборудовании, в нашу среду виртуализации, в нашу платформу виртуализации. Что позволяет это сделать? Ну, в первую очередь, наверное, мы перестаем зависеть от производителя оборудования. То есть, если ранее мы тоже там плюс-минус были зависимы, то теперь у нас больше свободы. Плюс какая-то оптимизация. Соответственно, какая оптимизация можно достигнуть? Например, в случае, если внезапно у вас возрастает нагрузка на тот или иной элемент, например, появляется больше пользователей, если это интернет-магазин, и нужна балансировка. Или обратный случай, когда пользователь начинает более активно использовать, например, ресурсы интернета, и, соответственно, зарастает нагрузка на фаервол. А в случае, если это аппаратное решение, что приходится делать? Приходится планировать закупку, закупать, сдать поставку, устанавливать, потом только настраивать. В случае, если мы используем виртуальную машину, виртуальный плавец, который предлагает практически любой вендор, традиционный разработчик сетевого оборудования, мы разворачиваем, ну, не знаю, за пять минут, например, этот плать, ну и потом его настраивать. Соответственно, вот тот этап, который мы тратили, то время, тот этап, который был с выбором, с закупкой и так далее, он сразу полностью уходит. Второй момент, и поскольку теперь не надо платить за аппаратное обеспечение, эти, только за лицензии, соответственно, стоимость решения тоже уменьшается. Ну, не говоря уже о том, что с точки зрения резервирования платформы виртуализации, любая, да, там, интерпрайс уровня платформы виртуализации, предлагает решение по обеспечению высокой доступности для этих сервисов. То есть, если раньше нам нужно было покупать не одну единицу обороны, как минимум 2-3, то теперь мы разворачиваем две виртуальные машины и всегда знаем, что они работают и всегда смогут обеспечить там сервис на должном уровне. Итак, соответственно, какие плюсы? Первое – это сокращение затрат, как капитальных, так и операционных. Теперь для обслуживания, да, мы сокращаем затраты на размещение обороны, да, для кого-то это актуально, для кого-то не очень. Например, представим, если у нас есть флиал, какой-то далеко, и там может вообще не быть серверной комнаты, но какое-то серверное оборудование там есть, оно может работать там на двух серверах и так далее, там какая-то платформа виртуализации. Ранее нам нужно было опять там же как-то размещать, да, это оборудование. Вот сейчас мы разворачиваем виртуальную машину, ну, пару виртуальных машин там для обеспечения доступности и все. И, соответственно, далее можем использовать без установки дополнительного оборудования, без необходимости охлаждения и так далее. Существенно повышается управляемость, да, опять же за счет того, что мы теперь не должны планировать заранее. Ну, планировать всегда надо, но в случае, если, например, у нас внезапно появляется потребность, мы не тратим время на обеспечение этой потребности, а сразу начинаем ее обеспечивать. Ну, и независимость от производителя, то есть здесь у нас полная свобода. Мы можем выбирать практически любое решение, которое лучше всего отвечает вашим задачам, вашим целям. Ну, теперь предлагаю перейти к следующему. Это программно-определяемые сети. Сначала это достаточно новое понятие, и поэтому сначала хотелось бы остановиться на ключевых понятиях, что выделяет программно-определяемые сети от простых сетей. Да, достаточно много консорциумов, групп энтузиастов, групп вендоров разрабатывает различные решения в этой области. И общие принципы можно выделить в три общих основных принципа. Первое – это разделение функций управления сетевым оборудованием и, собственно говоря, самого сетевого оборудования, то есть непосредственно устройство, которое пересылает пакеты, фильтрует и так далее. Второе – это централизация управления, которое сейчас в настоящее время в той или иной степени уже как-то реализовано. Ну и третье – это возможность программирования поведения сети с использованием стандартных механизмов. Ну, в данном случае имею в виду API – программный язык, который позволяет управлять поведением сети. Для чего это нужно? Мы сейчас попробуем в этом разобраться. У меня талант в нарисовании не очень хорошо, поэтому давайте я поясню немного картинку, которая здесь. Соответственно, серый прямоугольник – это любое сетевое оборудование. Это может быть коммутатор, это может быть фаервол и так далее. Синий квадрат внутри – это некий модуль управления, который присутствует сейчас в любом оборудовании. Как правило, в крупных инфраструктурах, есть еще и не очень крупных сетях, есть система управления, которая в том или ином виде может быть управляет всеми возможностями сетевого оборудования, может быть частично, грубо говоря, просто распространение конфигурации на эти устройства. Ну и, соответственно, для того, чтобы как-то данные могли перемещаться между сетевыми устройствами, есть все модули управления сетевых устройствами, так или иначе обмениваются между собой данными. Что же предлагает нам SDM архитектура? Если посмотреть глобально, то практически ничего нового. Если посмотреть более детально, то мы выносим функции управления, функции контроля того, что происходит на сетевом оборудовании, в некие абстрактные понятия SDM контроля. То есть это контроллер, который управляет всем сетевым оборудованием. А сетевое оборудование превращается просто в любое дешевое, дорогое коробку, в которое есть, грубо говоря, сетевые порты. То есть в данном случае мы, используя функциональность NFV виртуализации сетевых сервисов и SDM совместно, мы можем превратить всю нашу сетевую инфраструктуру, нашему центру обработки, да, в просто простые коммутаторы, которые умеют только делать то, чтобы по команде отправлять пакет с одного порта на другой. Все. Больше делать ничего не нужно. Все остальное за них будет делать контроллер и виртуальный. Виртуализованные сетевые сервисы. Кроме того, важно отметить, что это может быть не обязательно какое-то аппаратное решение. Например, на любом гипервизоре, все мы знаем, есть виртуальный коммутатор. Этот виртуальный коммутатор сейчас стоит особняком в инфраструктуре. То есть отдельно, как правило, сетевые специалисты, специалисты по сети занимаются управлением конфигурации и так далее, оптимизации сети аппаратной, ну, реализованные на физическом оборудовании, да, и администраторы платформы виртуализации занимаются управлением коммутаторами виртуальной середины, виртуальными коммутаторами, да, там, специально. В этом случае, если мы приходим к такому подходу, то коммутатор на сервере также управляется единым контроллером. То есть мы получаем единую инфраструктуру, независимо от того, физическая эта оборудовательность, виртуальные серверы и так далее. Ну, теперь там коротко о преимуществах. Ну, первое, что мы достигаем, мы можем абстрагироваться полностью от физической инфраструктуры, соответственно, программная сеть у нас абстрагирована от физической инфраструктуры. Как сказать, хорошо это или плохо, да, сейчас, вот на текущий момент развития технологий, можно сказать, что там это реализовано не до конца, и сейчас это делается с помощью оверлейнга, то есть построения сетей над сетями. В будущем, там об этом поговорим чуть позже, буквально на следующем слайде, это будет реализовано уже там на уровне аппаратов обеспечения, то есть на уровне вот этих простых коммутаторов, да, скажем так, неумных коммутаторов, глупыми не хочется их называть, с коммутаторами, которые представляют минимум функций, потому что они другие реализованы в программном виде. Мы получаем при условии поддержки определенных протоколов, определенных технологий, мы получаем полную независимость от вендора оборудования. Понятно, это можно провести параллель там со стандартом IBM PC, да, когда он появился в 80-х годах, все начали, множество производителей, начало производить компоненты. И по сути там компьютер от HP, ну там настольный, да, и компьютер там какого-нибудь китайского производителя, ну, по большому счету, ничем не отличались внутри. Ну, там может быть надежностью, может быть еще чем-то. Потом со временем стали там стандарты чуть-чуть дополняться, вендор стал там делать какие-то свои доработки к стандарту, ну и, соответственно, там уже проблемы с совместимостью начали появляться. Здесь дело обстоит, можно сказать, примерно так же. То есть сейчас есть стандарты, которые должны поддерживать, ну, если вы сертифицируете стандарт, то вы можете использовать сделанный контроллер для управления абсолютно любым оборудованием, которое... поддерживает этот стандарт. То есть, соответственно, вы можете рядом поставить одного вендора, одного и другого вендора. Проблема не будет. Появляется гибкость конфигурации, теперь мы фактически избавляемся от такого понятия, как там пакет, Ethernet кадр и так далее. Приходим к понятию поток данных, data flow, в терминологии. И этот поток сам в себе несет информацию, куда ему нужно прийти. Соответственно, благодаря этому мы можем перестраивать поведение сети по мере нагрузки, например, или по мере необходимости. Если в данный момент нам нужно что-то разгрузить или вывести в режим обслуживания, мы просто указываем через, опять же, стандартный интерфейс, что нам нужно сейчас этот трафик впустить в обход. И контроллеры, сообщая, скажем так, устройствам, что эти устройства сейчас работать не будут, перенаправляют уже, соответственно, трафик в другое место. Ну, безусловно, здесь появляется очень много возможностей для обеспечения безопасности, в первую очередь. Благодаря тому, что теперь, поскольку у нас все реализовано в программном виде, нам не нужно ставить дополнительное оборудование, и нам достаточно развернуть тот или иной виртуальный план, например, анализатор трафика, да, и пропускать через него весь трафик в программной сети. Ну, и, конечно же, микросегментация, которая тоже, наверное, в первую очередь касается безопасности, это благодаря появлению такой технологии, как VXLAN, мы расширили традиционную пространство VLAN в 4000 до 16 миллионов. И теперь в рамках одной IT-инфраструктуры, одного центра проработки данных, мы можем на основе этих VXLAN создавать 16 миллионов подсетей, сетей, да, логически изолированных друг от друга. И что это, в первую очередь, позволяет нам делать? Мы можем, две машины, если у нас по соображению безопасности, вот только два сервера, две виртуальные машины, причем здесь важно, что это могут быть как виртуальные машины, так и серверы, так и традиционно физические серверы. Мы соединяем только их две. И сейчас это можно сделать, но сейчас это требует конфигурации на оборудовании, да, и как правило, там, ну, просто так VLAN не выделять, ну, то есть их граничное количество, если особенно говорить о большой инфраструктуре, вот, то здесь мы эту проблему тоже решаем. Итак, первый стандарт, единственный на сегодняшний день стандарт по, скажем так, протоколу для передачи данных в концепцию SDN – это OpenFlow. Он там разрабатывался давно, но какое-то очертание там и вид организации, которая представляет этот стандарт, он приобрел там только пять лет назад, там все дети-середители были Google, там, Deutsche Telekom и так далее, это есть там пять компаний, достаточно крупно. А сейчас в этот консорсий уходит более 200 компаний, Телеком-компаний и представители всех, практически все, наверное, все представители, традиционные разработчики, производители традиционных сетевых решений. Как мы видим, идеология этого протокола полностью повторяет принцип SDN. То есть первое, ну, только там было сверху вниз, мы здесь снизу. Первое – разделение функций управления и коммутации, второе – это централизация, и третье – это программировать через интерфейсы API. Итак, по решению. Ну, сегодня, на самом деле, достаточно, уже достаточно много решений представлено на рынке. Из полностью программных решений можно выделить два решения. Это VMware, это в 2012 году компания VMware приобрела компанию Nisira, которая была, ну, стояла у истоков SDN, и теперь развивает это в виде, там, своего продукта VMware NSX. Ну, наш Network тоже компания была частью Alcatel Lucent в свое время, там, потом отделилась и недавно, там, обоих купил Nokia. Эти решения, они предлагают, можно сказать, полный комплекс, как NFV, то есть виртуализация сетевых сервисов, виртуализация таких решений, там, как Firewall, как балансировщик, как там VPN, концентратор и так далее, так и функции, возможности SDN, да, то есть построение программных сетей, в том числе использования технологии VXLAN, поверх физических сетей. Но здесь вот особенно хочется отметить, что, поскольку сейчас протокол OpenFlow, скажем так, он проходит становление, но уже поддерживается большинством производителей обороны, мы там поговорим об этом чуть позже, но все равно сейчас, как правило, программно-определяемые сети строятся поверх, просто оверлайн, то есть дополнительный слой, но над существующей сетью, соответственно, пока мы используем те же умные коммутаторы центров обработки данных и поверх них, собственно говоря, работа виртуализации сети. Отдельно хочется отметить OpenSoft решение. Понятно, что оно не одно, но их достаточно много. Почему выделили именно это? Потому что OpenFlow – это единственный протокол, и он поддерживается сейчас, как я уже говорил, большинством вендоров, традиционных вендоров, который производит сетевое оборудование для центров обработки данных. А OpenDelight – это SDN-контроллер, open-source реализация. И интересно то, что практически все вендоры аппаратного обеспечения, которые сетевого, которые делают свои SDN-решения, они делают его на базе продукта OpenDelight. Соответственно, это говорит о том, что решение наиболее зрелое на рынке, и что, если вы заинтересуетесь SDN-решением от вендора, который у вас применяет в центре обработки данных, соответственно, можно обратить, как в качестве альтернативы, можно обратить внимание и на open-source решение. Итак, ну, теперь давайте коснемся властей применения. Поскольку виртуализация сетевых сервисов – это всего лишь перенос, ну, как, с одной стороны всего лишь, с другой стороны – это угол-голоскопка. Перенос функций традиционного сетевого оборудования в виртуальную среду – это подходит абсолютно в любой инфраструктуре. То есть, если, например, у вас стоит задача на ближайшие полгода, год и так далее, расширение возможностей либо пропускной способности, либо замену какого-то устаревшего оборудования, то призываем вас, задумайтесь о виртуализации сетевых сердцев. Во-первых, вы получите большую гибкость за меньшие деньги. Ну, и больше возможностей в будущем. При этом виртуальные сервисы могут сосуществовать очень эффективно, очень успешно с физической инфраструктурой. То есть не надо заменять сразу, убирать все оборудование, убирать и ставить на это место. Виртуальные машины. И по оценке компании Alcatel Lucent, которая является одним из двигателей прогресса в области программно-определяемых сетей, и в том числе и НСЛИ, благодаря компании NUAS Networks, вы сможете получить достаточно большое сокращение. Капитальные затраты понятны на чем, вы просто не покупаете оборудование, соответственно, покупаете оборудование, не покупаете место для размещения, если вы его покупаете и так далее. Операционные затраты, опять же, за счет автоматизации, за счет упрощения и так далее. Ну и о программно-определяемых сетях хотелось бы сказать. Технология, как я уже говорил, в настоящий момент проходит становление, поэтому, наверное, нельзя пока сказать, что эта технология подходит абсолютно всем, и абсолютно всем нужна. Но она, безусловно, нужна в крупных инфраструктурах, где большое количество серверов, физических, виртуальных, гипервидеров, неважно. Где большое количество сетей, где нужно ими эффективно управлять. Второе – это распределенная инфраструктура, это очень важно и очень интересно. Понятно, что сейчас как-то задача объединения в единое сетевое пространство на традиционных решениях, на традиционном оборудовании решается. Здесь главный вопрос – насколько эффективны и насколько оптимальны они сейчас решаются, и сколько затрат они требуют от специалистов IT по поддержанию этого единого пространства. С программно-определяемыми сетями вы, можно сказать, полностью там… Ну, не полностью, но достаточно сильно снижаете затраты IT-специалистов. В облачных инфраструктурах программно-определяемые сети находят свое применение уже достаточно давно, и, собственно говоря, оттуда и пришли эти технологии. Например, облако компании КРАК, которым, я надеюсь, вы пользуетесь, построено на технологии BMW NSX, но ранее компания НИСИРа, то есть она строилась, когда еще компания НИСИРа существовала отдельно. Соответственно, успешно и так далее. То есть облачный провайдер использует уже давно, и это интересно. Но здесь не обязательно говорить об облачном провайдере как в публичном облаке. Также можно говорить и, если, как говорил Игорь ранее, о компании Холдинге, да, где есть дочерные компании, которые используют ресурсы основной компании. Также здесь очень хорошо может подойти программно-определяемые сети. Ну и, безусловно, телеком-оператор, потому что телеком-оператор в бизнес напрямую зависит от эффективности использования канала связи, эффективности распределения трафика. Ну а здесь программно-определяемые сети предоставляют огромные возможности по контролю, балансировке и так далее, которые, можно сказать, даже не побоюсь этого слова, невозможно реализовать на традиционном оборудовании с традиционными подходами. Так, коллеги, спасибо за внимание. У меня все, буду рад ответить на ваши вопросы, если они возникнут сейчас или если они возникнут потом, то в кулуарах, да, конечно. Пишите, пожалуйста, совсем понятно. Вот этот программный публик, да, он решает все задачи, которые вы привычны решаете, с помощью пайролога, например, да, граничный, может, и завтра есть какой-то заск, да, есть какая-то, скажем, построенная там, очень седевая структура, да, как это выглядит вообще на практике, да, вот я вижу, с своей стороны, вместе с такого очень осетин, оператором, что я выкину, я критически это что, вставляю прямо по корзине, как, ну, новый серовщик, допустим, оперативки, я вот все, не надо, я понял и сейчас коллеги для коллег и которые смотрят вебинар вопрос в том что как на практике выглядит использование там сетевых сервисов и программно определяемых сетей вот сегодня то есть если мы захотим все заменить как это сделать правильно да и позиру смотрите то есть тут два момента плане на первый момент то что мы используем виртуальные машины которые работают но на нас на традиционном оборудовании ну то есть на серверах на систему хранения давать изучать войдет и используют какие-то коммутатор безусловно здесь мы не избавляемся от необходимости контактов нам просто нужно как соединить да там сервера между собой все остальные функции как вы совершенно правильно там firewall балансировщик вы заменяете виртуальными массы здесь сразу возникает вопрос 1 что как правило там пропускная способность виртуальную машину но она отличается оборудовать обороне может через себя прокатить при этом 10 гигабит условно да там виртуальную машину на сервере вряд ли качать 5 10 гигабит да действительно это так но в этом случае на помощь приходит то что мы можем вид их виртуальных машин создать на не одну а две три четыре как раз для удовлетворения наших с точки зрения пропускной способности но если вы там прямо отвечать на ваш вопрос тормой туда фактически вы берете виртуальные машины подготовленные вендором разворачивать их у тебя на платформе виртуализации причем сейчас вены предлагают практически для любой виртуализации лидировать всем прекрасно понимаем и настраивать их в коммутатор ну в коммутатор конечно можно нет ну тут вопрос то есть если вы хотите пусть нет но тут зависит на самом деле от там схемы реализации да можно поставить ну один сервер нам мало потому что а на одном сервере мы не сможем обеспечить доступны для этого сервиса то есть ну то есть мы можем можем сделать например если задача стоит но как условно обезопасить вход во внутреннюю сеть полностью до каким-то ну вот граничными устроить там мы можем например в 2 2 сервера до подкнуть два провода от провайдера пачкорда и все и собственно говоря пропускать трафик через эти виртуальные машины и потом через другие сетевые интерфейсы выпускать во внутреннюю сеть либо можем с помощью там тех же традиционных технологий либо виланов либо там ну аксесс пор амида переключить неопределенного вам порты в нашем коммутаторе и соответственно провайдера проводов проводят приходит коммутатор из этого коммутатора уже выходит к серверу в сервере виртуализации на котором работают эти машины и они уже обрабатывают трафик и дальше потом через этот же кому-то стек кому-то труда 1 или 2 там выпускают внутреннюю сеть я не говорил что не управляем я говорил что не умные коммутаторы которые сейчас вот на сегодняшний день таких коммутаторов можно сказать на рынке не сейчас есть коммутатор из поддержки технологии протокола open flow и ну да то есть они есть на рынке но они сейчас все равно умными то это традиционный коммутатор просто у него есть все одна из возможности функции наряду там с тем же биджи пинг поддержку просто один из компонентов который можно использовать а можно не использовать я если мы говорим о виртуализации сетевых сервисов то у f5 juniper есть как раз эти виртуальные планицы которые позволяют заменить собой от самого вендора физические устройства вопрос для вебинара продолжение прошу прощения что мы увлеклись и не повторили вопрос что когда мы уходим от зависимости от вендоров случае там используем тех же вендорских решений здесь я сказал что мы получаем свободу мы уходим от зависимости от одного вендора и получаем свободу в выборе вен это если касаемо иных и решение но если касаемо программно определяемых сетей и ездил в этом случае при условии поддержки сетевым оборудованием протоколов вот ну на данный момент опыта слов одного протокола для нас перестает быть важным какой оборудование например сейчас вы покупаете цитка например а завтра вы можете купить там huawei или еще что-то или extreme например да и поставить его подключить его к своей везде на инфраструктуре и благодаря поддержке протокола open flow они автоматически включить сеть вам даже их настраивать не нужно просто подключаете все они все настройки говоря получили так можно сказать то есть это если касаемо если хорошо вопрос коллеги может быть на самом деле я отнимаю время следующих коллег давайте мы в кулуары перенесем и продолжим да давайте быстренько вопрос из вебинара я прошу прощения мы с вами давайте я расскажу первый вопрос из вебинара я немного перефразирую из того что технологии еще не устоялось не будет ли проблем с оптимом то есть но не будет ли проблемы в корпоративной инфраструктуре если уже сейчас применять эти технологии и будут ли они подрывать доступность зависит от выбора решения если выбрать решение которое скажем так совсем не отработанная конечно могут возникать проблемы если говорить о решениях которые уже достаточно много лет существует на рынке я думаю там проблем возникнет не должно но как всегда да в любом решении даже windows который которому более 20 лет все равно есть проблемы выходит исправление и здесь без этого не обойтись с одной стороны с другой стороны есть open source решение опять же хорошо себя рекомендовавшие и здесь вы берете на себя как больше ответственность на себя или можете например на партнера лице на переложить и развернуть там open source решение да здесь возможно будет более сложно но опять все это реализуем коротко ответ нет опять немного перефразирую что что можно сказать о производительности такой сети но здесь на самом деле сказать два момента о какой производитель если мы говорим о производительности передачи пакетов между портами да например то это он традиционный для сетевых устройствам 10 гигабит сейчас там для отсюда можно сказать стандартам почти стал уже 40 гигабит да то есть здесь все эти скорости если говорить о производительности вот как раз виртуализованных сетевых сервисов там балансировщиков маршрутизаторов и так далее здесь конечно если вы сейчас там с легкостью можете купить оборудование там тот же маршрутизатор 10 гигабит тот виртуальной машины вы такую пропускную способность не благодаря и за ну и за того что это виртуальная машина она работает до эмулирует работы сетевого в том числе сетевого оборудования на гипервизоре вы не получите но там вы можете легко это решить благодаря увеличению количества виртуальных машин то есть у вас нет проблем вы можете развернуть не одну а две или три пример которые они там полностью удовлетворят потребности спускной способности все с вопросами все коллеги спасибо